Что мы помним про жизнь в Советском Союзе? Это зависит от возраста. Завтраки в школьной столовой или поездки на картошку, весенний призыв или молодежные свадьбы, грандиозные победы или очереди в магазинах. Где жил советский человек, во что одевался, как отмечал праздники, где любил отдыхать? Прошлое нельзя изменить, можно только вспомнить. Обычную повседневную жизнь. Жизнь в СССР от А до Я. Передаём утренний выпуск последних извинений. Сегодня на рынке недвижимости крутятся гигантские деньги. Квартиру можно купить, продать, перепланировать или сделать любой эксклюзивный ремонт. Во времена Советского Союза весь жилой фонд страны находился в собственности государства. Не существовало даже такого понятия «рынок жилья». Право на бесплатное жильё имел каждый. Но некоторые не хотели или не могли ждать очереди, которая могла растянуться на несколько лет. Таким же образом покупали, разменивали, строили и обставляли свои квартиры в эпоху отсутствия частной собственности. Что означало «ипотека по-советски». Запорожье продал как раз первый взнос в каферотипе. На какие хитрости шли люди, чтобы обменять квартиру? Таким образом мы и развелись. Для этого нужно был разбор, чтобы прописать маму. И почему каждый советский человек мечтал о стенке? Это для меня была недосягаемая высота. Стенка, вы что, стенка, это святое. Ведь по улице движутся не только машины, но и пешеходы. Значит, и они должны знать правила дорожного движения. Николай Владимирович, ну что, мы маленькие, что ли? Это же любое... Кремлевский дворец съездов продолжительными аплодисментами встретили товарищей Брежнева. В честь и слава советскому народу, народу победить. В 1977 году советские люди отмечали 60-летие октября. Это был год, когда советский атомный ледокол Арктика первым в мире достиг Северного полюса. На орбиту была выведена новая орбитальная станция «Салют-6», а на экраны страны вышел фильм по семейным обстоятельствам. Правда, партийным деятелям кино не понравилось. В фильме высмеивался теневой рынок жилья в СССР. Вы от кого? От Зины. Она вас предупредила? О чем? О конспирации, о чем? Ну да, конечно. Отношение к квартире всегда было сложным, всегда у советских идеологов возникал вопрос. А ведь это практически частная собственность. Ведь из квартиры можно извлекать прибыль. То есть это сдать квартиру кому-то и получать деньги. Ну, это вот идеологически очень неправильно. Когда советский человек хотел улучшить свои жилищные условия, он обращался к маклеру, который организовывал сделку купли-продажи жилья. Только все это было вне закона. Подпольным маклером грозила 153-я статья Уголовного кодекса СССР. Лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества. Поэтому сделки всегда маскировались под обмен жилья. А маклеры вынуждены были вести себя как шпионы. Так, что у вас есть? 40 метров, квартира. Никаких квартир. Мы говорим о тете. Квартира – это тетя, метраж, возраст. Сколько лет вашей тете? Конечно, был и вполне легальный способ обмена. Только чтобы найти подходящий вариант и оформить все документы, могли понадобиться годы. Первые маклеры появились в СССР в 1946 году, когда в Банном переулке Москвы было открыто первое бюро обмена квартир в СССР. Квартирная толкучка в столице была известна на всю страну. Сюда приезжали даже иногородние. Именно здесь собирались маклеры, знавшие толк в составлении квартирных цепочек. Их работа оценивалась дорого – от 200 до 800 рублей за сделку. Эдди, батник нужен большой. Кофточки светлые, изолированные, и чтобы пуговицы на юг и на запад. Пуговицы? Пуговицы – это что же такое будет? Пуговицы – это окна. А-а-а, молодец, отлично. Знаете, как раз сегодня выбросили в пассаже, именно такие, как вам надо, с планкой светлые. Да-да. В пассаже? А это что, бюро обмена? Это магазин на Петровке. У меня даже рассказ где-то есть про этот переулок, «Надежда» называется. Люди с удивительными надеждами приходили, иногда надежды сбывались, удавалось, вот, иногда нет, знакомились там, потому что годами некоторые ходили, женились даже, говорят. Им же стал нужен совсем другой обмен, не тот, с которым они приходили. Приходили там разойтись, я не знаю, теперь нужно было другой обмен. Так героиня фильма «По семейным обстоятельствам» Галина Аркадьевна идет смотреть квартиру для обмена, но в результате встречает будущего мужа. Странный день сегодня, как-то с утра не задался. Я ничего не понимаю. Вы что, не меняетесь? Утром, во всяком случае, не собирался. Однако в жизни было все не так оптимистично, как в кино. И размен квартир в СССР был большой проблемой. Ведь иногда даже после развода бывшие супруги не могли разменять площадь. Годами мучились, жили с двумя семьями в одной квартире. Уже он или она, благо новую семью приобрели и она, и он, и вот в этом ютятся, пока не добьются какого-то результата, разъезда, развода, денег на кооператив и так далее. Это была очень серьезная проблема, очень серьезная. Иногда для квартирного обмена были нужны веские основания. В 1985 году Михаилу Боярскому пришлось даже оформить фиктивный развод, чтобы осуществить сделку и перевести свою маму с окраины города в центр, поближе к себе. У меня мама была больна. В это время Максим Леонидов уезжал в Израиль и оставил свою квартиру, которая была рядом с нами. Вот я говорю, давай-ка мы с тобой поменяемся, всем тебе все равно, конечно. И так благополучно получилось, что маму можно было перевезти рядом с нами, я мог не каждый день навещать и ухаживать за ней. Вот таким образом мы и развелись. Для этого нужно было развод, чтобы прописать маму. Формальность такая, о которой мы забыли и долгие годы даже не вспоминали, а потом вдруг ни с того ничего решили восстановить наши супружеские отношения и еще раз жениться. Чтобы не переплачивать маклером, советский человек ходил в банный переулок как на работу, обязательно изучал стенды внутри огороженного двора и самодельные доски объявлений вдоль стены перед входом на территорию. Так Мария Арбатова поменяла трешку на окраине Москвы на квартиру в центре, причем без всяких переплат. Полгода я занималась этим, как дятел, долбила. За это время мы посмотрели уйму квартир, естественно, с уймой судеб. И был такой контингент, особенно пожилых людей, которые менялись, потому что это эмоционально их развлекало. Вот ты приходишь к человеку, начинаешь с ним договариваться, обо всем договариваешь, а потом он тебе на следующий день не говорит, я передумал. Телефон в квартире увеличивал ее рыночную привлекательность. Даже если это была коммунальная квартира, это был предмет роскоши и признак того, что жилье находилось в центре города в престижном районе. В коммуналке аппарат висел в коридоре на стене, один на всех. К нему обычно привязывали карандаш, а обои вокруг были все исписаны телефонными номерами. Ну, на Арбате был, в общем, тоже телефон, правда, он был не висячий, около него стоял антикварный столик в нише кресла. И, в общем, никто ничего не писал, просто как передавали. В общем, да, человек, который разговаривал по телефону, все это было как бы достоянием любопытствующих, которые могли приоткрыть дверь и слушать. На подключение телефона в отдельной квартире стояли в очередях по 10-15 лет. Телефонные аппараты были, естественно, дисковые. В ходу был анекдот. Это номер 2222222. Вызовите, пожалуйста, скорую, у меня палец застрял. В начале 70-х годов появились кнопочные. Обменять квартиру без телефона на квартиру с телефоном было практически невозможно. В государственной квартире стоит государственный телефонный аппарат. Если вы его разбивали, вы звонили на станцию, и вам привозили новый телефон, вы там оплачивали какие-то деньги. Но телефон был принадлежностью квартиры. Это один из элементов, который очень ценился в квартире. То есть квартира без телефона и квартира с телефоном – это две большие разницы. В конце 50-х годов городское население СССР увеличилось в два раза по сравнению с довоенным уровнем. А темпы строительства жилья отставали. Тогда государство разрешило немного частной собственности. В 1958 году выходит постановление Совета министров о создании жилищно-строительных кооперативов. Советский человек вступал в кооператив как в сообщество единомышленников. Чаще всего в кооперативных домах жили люди одной специальности – творческие работники, ученые, военные. А я жил всю жизнь, я жил в доме композитора. Папа был председателем кооператива этого дома. И вот он строился в самом центре, рядом с центральным телеграфом, на Тверской улице, в газетном… Сейчас это газетный переулк, тогда была улица Огарева, называлась. В СССР слово «кооператив» звучало гордо и дорого. Вложиться в кооператив могли только люди с большими доходами. В Советском Союзе я был в полном порядке. То есть я уже был популярным, мои песни исполняли по всему Союзу. Я получал прекрасный авторский и купил себе кооперативную квартиру, что являлось тогда очень престижным. Или же кандидат на покупку кооператива должен был обладать предпринимательским талантом. Известный драматург Аркадий Инин занял на собственной свадьбе у каждого из 200 гостей по 20 рублей и купил двушку. Мы на пятом курсе поженились, уже все ушли в инженеры. У всех была какая-никакая зарплата, там 90, 100, 120 рублей. И выделить, в общем, двадцатку большого труда не составляло. Мы собрали 4 тысячи рублей, 3 600 купили квартиру и еще там на мебель у нас осталось. Потом три года отдавали. Владимир Жириновский до сих пор вспоминает с ностальгией, как продал машину, чтобы вложиться в кооператив. Запорожск продал как раз первый взнос в кооперативе. И потом 15 лет платили. Это ощущение мое. Ни родители, ни теща, ни общежития, ты хозяин. Ключи получил, все оформил, открываю дверь, вхожу, мое. Запах еще, краски, ну что, только-только все закончили. Но радость. Моя квартира, это был 73-й год, мне, значит, сколько? 27 лет. Наконец я хозяин. Трехкомнатная, в Москве. Кстати, первый жилищный кооператив появился в Советской России еще в 1921 году. Это был знаменитый поселок художников Сокол в Москве. Большевикам пришелся по душе замысел английского социолога-утописта Эбенизера Говарда, предложившего идею города-сада на основе коллективной собственности. Но вскоре власть одумалась, и в 1937 году все кооперативы были упразднены как проявление частной собственности. А построенные дома переданы в жилой фонд местных советов. Так что в 1958 году состоялась вторая попытка. На строительство привлекались средства пайщиков, но при этом государство давало ссуду в размере 70% стоимости жилья сроком на 20 лет. И что действительно звучит по сегодняшним меркам утопично, квартира оплачивалась в рассрочку, без процентов. Ну какие проценты? Зачем мы вообще говорим? Разве мы при советской власти знали эти глупости, проценты? Да нам даже говорить не о чем. Чтобы заработать на кооператив, многие уезжали, как тогда говорили, на севера, за длинным рублем. Туда, где высокие зарплаты, да еще и северная надбавка. А взнос родителей на кооператив считался лучшим подарком к свадьбе сына или дочери. В 1976 году Юрий Николаев был уже популярным ведущим. Но купить кооперативную квартиру без помощи родителей не мог. Хотя на телевидении я получал по тем временам неплохие деньги, там больше 150 рублей, около 200 рублей, там вместе с утренней почты получалось. Но, тем не менее, это не те деньги, на которые можно было купить квартиру. Мне помогли родители, и первая квартира была улица Лескова, 10Б, первый этаж. Мы вошли с супругой в эту квартиру. Я сказал, Лена, это наша, ты понимаешь, я закричал на всю квартиру. Кооперативы, как правило, продавали в домах улучшенной серии. В культовом фильме «Москва слезам не верит» в таком престижном доме из желтого кирпича живет главная героиня фильма, директор комбината Екатерина Тихомирова. Заходи, заходи. Ого! Были даже проекты квартир с двумя туалетами. Фантастическая во времена СССР роскошь. Но самое главное, в кооперативный дом можно было сразу въезжать и жить, и не тратиться на ремонт. Когда Татьяна Веденеева купила свою первую квартиру, та была полностью готова к жизни. Ты получаешь ключи, и можешь в ней жить. Кухня, как правило, уже тоже вмонтирована. Но самое главное, там была обычная советская сантехника, которая не ломалась никогда. Вот сколько я там жила, ну, пару раз я вызывала слесаря, потому что какие-то прокладки текли в кране. Но больше ничего не ломалось. А в будущей жизни, когда у меня уже была итальянская сантехника, это происходит постоянно, должна вам сказать. Но государство не ослабляло контроль за гражданами. Существовало строгое правило. Купил кооператив, вышел из очереди на бесплатное жилье. Есть государственная квартира, в кооператив нельзя. Квартиру у меня за то, что я семикратный чемпион мира, две Олимпиады выиграл, 13-кратный подряд чемпион Советского Союза. Однокомнатная квартира была, метров 30, наверное. Четыре года должно было пройти, ты должен сдать, был старый, даже не мог отцу ее оставить, допустим, да? Вот, и те разрешали купить новую. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но квартиру советскому человеку было мало приобрести. Ее еще надо было обставить. Для этого приходилось изрядно потрудиться. Не просто купить, как сегодня, а достать. Позаимствовать у соседей, а то и сделать своими руками. До конца 50-х годов обстановка в квартирах обычных граждан страны была очень скромная. У каждой семьи был двухстворчатый шкаф, круглый стол в центре комнаты, а над ним – уютный абажур с бахромой, буфет для посуды и суровая железная кровать с панцирной сеткой. Такая была шикарная кровать с панцирной сеткой, с такими набалдашниками металлическими. Вот мы там поскрипели, поскрипели на этой кровати какое-то время. Кровати как таковой, ее не было. Была просто панцирная сетка на кирпичах. Но все вместе это был такой авангардный такой стиль. Меня это никак не ломало. Первый массовый советский телевизор КВН-49 появился в 1949 году. И поначалу был культовой вещью. Как пользоваться этим чудом техники знали далеко не все. Ходила шутка – КВН купил, включил, не работает. В комнате он занимал самое почетное место, и многие закрывали экран декоративной салфеткой с вышивкой для красоты и от пыли. А еще на всякий случай, потому что ходили слухи, что когда телевизор выключен, то через него сотрудники КГБ вроде бы могут видеть, что творится в комнате. КВН, вот эти малюсенькие, вот такой экранчик, но большая линза выдвигалась, такая линза. Практически вся квартира собиралась в одной комнате, и вечером смотрели телевизор. Был телевизор, который мне дали родители, горизонт. Нормальный телевизор, но сам переключатель, он был сломан. Поэтому были плоскогубцы, которыми переключались каналы, благо их было не так много. В 1962-м создается всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели, и начинается массовый выпуск предметов интерьера для малогабаритных квартир. Советская идеология сформировала бытовой стиль. Антикварные буфеты по всей стране массово отправлялись на помойку. Была объявлена война с украшательством. Дело не в том, что красивая мебель не соответствовала идеологии. Просто мебель должна была быть в первую очередь функциональной и помещаться в маленькую хрущевку. Модная обстановка тех лет – это торшер, два кресла с расставленными ножками, стол и так-то. О такой обстановке мечтала каждая советская семья. Советские дизайнеры старались копировать стильные образцы мебели с западных каталогов, но отечественная промышленность на украшательстве экономила. Поэтому отечественная мебель выглядела непрезентабельно. И пределом мечтания советского человека в 60-х был полированный сервант с ореховым шпоном, желательно румынского производства. Румынская мебель. И вы не поверите, четырех дом, четыре подъезда. Каждая семья приходила смотреть к нам на эту мебель. Они ее щупали. Она была лакированная с ручками, стеклянные такие, значит, перегородки, зеркало на задней стенке. Так вот, они приходили смотреть мебель, фотографировались около нее, около этой мебели. Еще обязательным атрибутом советской квартиры был ковер. Его всегда вешали на стену. Не только для звукоизоляции, но ради красоты. Спрос на ковры был невероятным. Очереди за ними растягивались на месяцы. Без очереди их продавали только большим начальникам и передовикам производства. Как это, знаете, первая брачная ночь, они первые могли купить ковер. А потом уже все остальные, ну, такое было распределение. Просто, вы знаете, всю лысину батя проела моя мама. Николай, нам нужен ковер. Интеллигентность семьи подчеркивалась обязательным пианино у стены и подвесными книжными полками с многотомными собраниями сочинений классиков. Тогда и родился миф о самой читающей нации. В СССР люди часто покупали книги просто для интерьера и для заполнения пустого пространства полок. Книги мы приобретали, сдавали макулатуру. Газеты, журналы ездили, там, собирали. В комнате держалась, сначала моя бабушка, потом я жил. Там был большой стеллаж, прямо здесь к стене, и много было книг. Весь Дюма, ну, и наши классики, Тургейн, Вермонтов, Гоголь, Толстой и прочее. А достаток демонстрировали с помощью большого количества чешского хрусталя в серванте за стеклом. Или роскошные люстры, ради которой советские граждане могли выложить все честно заработанные деньги. Борис Чербаков хорошо помнит историю, как в их доме появился первый хрусталь. А, хрусталь, хрусталь. Получал я тогда 30 рублей за съемочный. В общем, короче, я привез весь гонорар. 300 рублей. Отдаю Татьяне. Тань, иди положи на сберегательную книжку. Я прихожу со спектакля. У Татьяны бегают глазки. Какие-то виноватые. Я говорю, что такое? Она говорит, Боречка, я не положила деньги. Я купила люстру. Я говорю, зачем нам люстра? У нас есть люстра. Ну, она такая красивая. Мне она так понравилась. Я говорю, ну, давай. Ну, действительно, очень красивая чешская люстра. Вот первый наш хрусталь. Этот экспериментальный рекламный ролик был снят в СССР в 1974 году. Молодой Михаил Боярский со спутницы рекламирует мебель с магазина номер 9 предприятия «Ленмебель ТОК». Пустая квартира постепенно заполняется предметами интерьера. Вы мечтаете красиво и современно обставить квартиру? В магазинах, торгующих мебелью по образцам, вы наверняка найдете то, что соответствует вашему вкусу. Нас попросили поприличнее одеться, что было довольно сложно. Но, тем не менее, кое-что мы нашли. Взяли друзей и подруг кое-что. Ну, это было в тени дня. Нам заплатили по 10 рублей, мы были счастливы. Больше предложений практически не поступало, к сожалению. Но слово «реклама» для нас было слово «западное». Какая там реклама? Этот ролик так и не был показан на телеэкранах страны. Но действительно, какая там реклама, когда стиль советских квартир, начиная с середины 70-х, диктовал дефицит. Достал обои, выбросили краску, отхватил кафель. Вот тебе и интерьерное решение. Первый муж Аллы Пугачёвой, Александр Стефанович, вспоминает, как певица выступала на открытии гостиницы «Космос». Звезда советской эстрады пела не за деньги, а по бартеру. Я сказал, что деньги нас не интересуют. Как не интересуют? У вас же наверняка остались какие-то предметы. Интерьеров, мебели, строительные материалы. От этого да, остались. А что вам нужно? Вот мы только что квартиру получили. Давайте нам ванну, унитаз и биде. Значит, вот Алла, значит, дала концерт в гостинице «Космос» то есть огромное в течение народа. И, значит, за кулисами он мне сказал, он говорит, знали бы они все, что я пою за унитаз. Это было время, когда серванты уступили место модным стенкам. Вместо тахты на ножках – тяжелый диван-кровати. Вместо крашенных белой краской шкафчиков на кухне – кухонные гарнитуры. Однако купить все это можно было только по блату, обзаводясь знакомствами в сфере торговли. Это мой гарнитур, это польский гарнитур. 830 рублей. И 20 сверху. Нет, я дал 25. Я не гонялся ни за тем, ни за другим. Это для меня была недосягаемая высота. Стенка. Вы что, Стенка? Это святое. Благодаря Евгению Санычу Евстигнееву, Царственному Небесному, у него же везде были знакомства. Везде. И вот мы с ним долгое время играли спектакль «Столивары», нашумевший в свое время. Я ему позвонил, мы поехали на какой-то склад, и нам выдали тут же стенку. Благодаря Евгению Санычу Евстигнееву. Вот появилась стенка. Цены на стенку были довольно внушительные и доходили до 1000 рублей при средней зарплате инженера 180-200 рублей. Во многих семьях покупка импортной мебели считалась очень хорошим и практичным вложением денег, покупали в наследство детям, то есть на века. Это реалии 70-х, 80-х годов. Достать стенку – это достижение такого вот высшего порядка, и заходя в квартиру кому-то, в общем, взгляд на какую-нибудь югославскую стенку, становилось понятно, что, в общем, это действительно вот, ну, люди, состоявшиеся в этой жизни. Но у молодых советских семей денег ни на кооперативные квартиры, ни на модную обстановку не было. Зато каждый советский человек мог сам себе построить дом. Для этого надо было вступить в комсомол, обзавестись с семьей и принять участие в гигантском социальном эксперименте по возведению домов для молодежи. Это значило, что в свободное время, в субботу и воскресенье, после работы, иногда люди договаривались на работе, их отпускали, брали отпуск как бы за свой счет. Они строили себе жилье. С 1971 по 1991 год по всей стране было построено около 200 молодежных жилищных комплексов, в которых получили квартиры более 4 миллионов человек. Первые экспериментальные дома для молодых семей построили в Подмосковье. Руководителем строительства был Станислав Синица. Мы находимся у первого дома, жилого дома, малойерно-жилого комплекса, который построен в городе Калининграде, теперь Королев. Значит, в 1972 году начато его строительство, в 1974 году заселен был. 12 марта 1981 года об этом микрорайоне узнала вся страна, когда в качестве бортинженера космического корабля «Союз Т-4» свой первый космический полет совершил будущий дважды герой Советского Союза Виктор Собиных. Комсомольцы-строители посвятили ему строки. Наш привет особой Вите, потому что он пока самый первый на орбите представитель МЖК. Я жил в бараке, который мне дали. Ну, понял, что лучше бы другое жилье. Я пошел, меня отпустили. Отпустили на полгода на работу. Я, а поскольку я человек, который умеет общаться с теодолитом, то я на стройке пригодился. Я занимался разбивкой осей в этом доме. И я построил два 16-этажных дома и получил квартиру в этом доме. И все было здорово. Это были не просто дома, а жилые комплексы со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Мы заходим в фойе первого корпуса МЖК. Корпус А. Раньше в межпоездных холлах на каждом этаже находились комнаты продленного дня для школьников, детский сад, библиотека, прачечная. Сейчас здесь пусто, а раньше кипела жизнь. Работали курсы кройки и шитья, тренажерный зал и даже бильярды. Ну вот это было общественное помещение для взрослых. Бильярдный стол. Ребенок у нас еще маленький. Я прихожу, когда с работы, делаю необходимые дела все. Потом иду сюда отдыхать. Ребенка спать уложили, и все, уже телевизор не включится. Можно его и здесь посмотреть, когда хоккей. Жены, в общем-то, положительно относятся. У них тоже есть свой клуб, женский клуб. Когда я в первый полет полетел, дочка у меня ходила в кружок макраме. Она мне связала макраме, я полетел в космос, вот сюда, с этим медальоном. Там была фотография приклеена. Верным признаком молодежного комплекса была так называемая колясочная. В проекты домов специально закладывались большие помещения на первом этаже. Они всегда были заставлены совершенно одинаковыми колясками двух-трех цветов. А в семейных альбомах той поры остались фотографии парней в телогрейках и строительных касках на фоне котлованов или растущих этажей. К сожалению, эта система, она умерла в начале 90-х годов практически в условиях уже рыночной экономики. Сейчас мы много говорим о том, что хорошо бы нам возродить это, потому что дешевое жилье, построенное своими руками. Мы ходили к друг другу в гости. Мы часто встречались, устраивали всевозможные вечера в этом доме. В общем, это был действительно жилый, молодежный комплекс. И там была молодежь, поселилась в этом доме, и у них было много общих интересов. Советский человек очень любил ходить в гости. Без звонка, без предупреждения. По поводу и без повода. Это было в порядке вещей. И, конечно, все собирались на кухне, самом главном месте советской квартиры. Это были места, где все собирались. Тогда не было таких вот клубов, да, там, каких-то таких вот мест, там, где люди собираются. И маленькой квартирке, у нас было, ну, кухня там, я не знаю, там, метров, наверное, восемь. Вот, набивалось довольно много народу, и такие были веселые застолья. Вот, чтением стихов, там, всякие новости и так далее. Мы не дружили в ресторанах и кафе, как сейчас. Мы не дружили в кафешках в разных там, в уличных. Мы дружили дома. Поэтому была акция принять гостей и пойти в гости. Это было нормально. Мы все время проводили все друг у друга. Несмотря на то, что квартиры в СССР принадлежали государству, кухня в советской квартире была настоящей частной территорией. Это было сакральное место, центр мира, а также клуб для дискуссий. Бывало, кухонные посиделки затягивались до утра. Анекдоты, песни под гитару и разговоры обо всем на свете. Я, например, хорошо помню, как трансляция по телевизору «Брежнев на выборах». Это я сам видел. Он приходит в выборный пункт, в дворце пионеров, рядом, где он жил. Это на Кутузовском, в Москве. Он заходит, а у него так, говорит, «Ваш паспорт такой». А он так говорит, «О, вот мой паспорт». На брови пока, я сам видел. А у нее, спросите, там жена сзади идет. Застолье, праздник, хорошая запись на магнитофоне новая. И, внимание, прийти, поздравить с днем рождения. Поэтому забирались хорошие компании. Вот компании – это и есть подарок, когда все вместе, все складчено. А это в прессе определенное есть. Когда мы смотрели тогда в американские фильмы редкие, там были такие фигуры психоаналитиков. Как правило, анекдотические фигуры. Смешные, дурацкие. Советские люди смотрели, совершенно не понимали, что эти люди делают, для чего они существуют. Сегодня у каждого третьего есть свой психоаналитик, потому что беспокойно на душе. Вот это главное, на мой взгляд, ужасное изменение жизни. Что раньше нам психоаналитик не нужен был. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, учредили содружество независимых государств. 4 июля 1991 года на фоне распада СССР был принят закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, который дал возможность людям переписать свою квартиру из государственной в частную собственность. Уникальный в мировой практике случай. Почти 87% населения, ничем до этого не владевшие, стали собственниками жилья. И в стране началась совсем другая эпоха.